всем привет с донбая канал дневник казачки нас сегодня так погоняли по горам и по экскурсиям что спасти меня может только массажное кресло это мое второе видео из донбая и сегодня я вам расскажу про то как я ходила на местный рынок купила там баранью шапку мясо а также обувь для того чтобы ехать в ней на экскурсию так как то в чем я приехала оказалось слишком жарким для 18 градусов это та температура которая сейчас стоит в октябре 2023 года на донбая 30-минутное видео которое я вам сейчас смонтирую а время у нас сейчас 4 часа утра это экскурсия меня просто вымотала и я вчера уснула в 8 вечера друзья вот то бараньи шапка которую я купила вчера на рынке она понравилась всем людям в нашей группе и в ней фотографировались все так что это видео будет по экскурсию а следующее видео будет про форелевое хозяйство смотрите пишите комментарии обязательно пройдите по ссылочкам в описании и подпишитесь на мой телеграм-канал и я желаю вам приятного просмотра всем огромнейший привет я на донбай второй день как здесь хорошо какой здесь воздух здесь не надо в октябре кататься на лыжах потому что трассы еще не готова снега нет вообще жуткая история вы представляете какая там высота мне кажется там могут жить только птицы рот на курорте потихоньку просыпается когда идут по этому мосту люди друзья он качается мост вот такой я не знаю как называется вантовый или какой когда на трассах висит вот прям бум 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 вот они идут он качается 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 там бай я живу в гостинице фотон это четырехэтажная гостиница завтрак и ужин включен друзья это мой завтрак вы сами видите яичница сосиска зал полупустой здесь не очень много народа а может быть все уже позавтракали завтрак с 8 10 ужин с 6 до 8 часов наша задача на сегодня найти мне обувь я приехала в таких высоких ботинках здесь тепло мы сейчас поедем на экскурсию я просто-напросто боюсь что я упаюсь и поэтому я иду на местный рынок надеюсь что что-нибудь здесь я себе подберу если бы мне нужна была игрушка шапка кепка или какая-нибудь ну я не знаю какая-нибудь штучка вместо обуви то проблем не было бы потому что они здесь на каждом углу сумка например 3 те сумки продаются но мне нужно обувь то есть мне нужны кроссовки легкие что-то попроще потому что дом то у меня есть здесь я приехала вот таких ботинках жарко в них ну вот из легких кроссовок они почему вот эти эти по 3 3 но мне три не надо чуть такое потому что знаете я куплю вот эти это в себе рассказывали сороковой на 41 сороковой сейчас там посмотрю еще здесь много всяких вот таких штучек куда от вас не стойте называется балхам вот все говорят что надо покупать от кашля купим на обратном пути травы всякие горные вот как красиво смотрится даже с басучим жиром есть смотрите какие вон штучки для детей маленькие жилетки интересные смотрите костюм соленьем интересный а цены на эту красоту мясо всех и 500 килограмм так курдюк из варанина две тысячи килограмм вас форма 2 500 козы из канины маринованные на конике цель на кусковая тысячи рублей поменьше с чесночком 600 это тоже 600 800 это тоже можно так а это колбаса конская вот это чучело понятно девочки напротив здесь специи для рыбы для плова еще цен не пишите спрашивать не пришлось бы девочки а почем специи у вас стаканчик 50 рублей стаканчик и травы смотрите какие сон сванская соль гранатовая блюда с куркумой берите такую копите мне на вкус ну конечно не тогда можно маленький такой кусочек поменьше насчет хранения я куплю бары нет я себе себя говорю а подождите не покойте мне порежьте мне у вас может есть не надо ну так что 5 порежьте потоньше если можно вкусно не не поперек поперек волокон не не надо вот так вырезали поперек волокон спасибо вдохвай спасибо а вот эта бастурма это из говядины из говядины светлая на грецкой моряки иду по рыночку нашла себе обувь такой простенькую на сейчас куплю какие-то такие за тысячу рублей зачем мне кроссовки меня есть дом зачем мне еще одним вот и по дороге купила мясо типа 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 бастурмы из баранины вкусные три с половиной тысячи стоит здесь у них много таких штук интересных таких обязанных смотрите какие у них шкуры вообще шикарная скажите а папах сколько стоит вот папаху я тогда привезла у меня знакомую и забрала внуку давайте мне папаху и теперь у меня нет папахи а надо без папахи делать вот белую девочки сейчас будем мерить папахи вот это у меня была я и подарила я осталась без папахи вот смотрите какая хочу еще есть большая да а давайте вот еще посмотрим какую-нибудь а вот эту вот высокую нет вот тоже хорошая мохнатая церкви так сейчас я решу какой поглубже лет как у меня удобнее здесь когда в этот рынок захочешь и даже не думать что он такой большой а здесь ряды 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 прям много очень вот смотрите какие шутки классно дамбай зато у вас кофта кашка да все меня дергают это у меня козы свои мы сами вяжем да да бога град правильно средки тапочки шкурки прелесть какая как мясо я уже купила вот тоже вкусно у них вообще очень вкусная тетяка с этим брать не буду завтра приду на рыночка возьму а вот смотрите это на сиденье по моему шкуру и дальше там девочки у меня уже времени отходить мне надо все-таки все-таки обувь купить идти на экскурсию иначе я опоздаю вот тоже лето мне нравится войлочная смотрите это у меня свои козы не увязали связал по козу моей воде распушили спасибо а сколько у вас вот такие выручные жилет стоят тысяч тоже недорого что в тупе я вижу шапки смотрите какие классные сказали я вернулась за обуви все-таки я возьму вот эти вот за тысячу может доносить сейчас приеду придут в гостиницу один такие шерстяные у меня тонкие гудфы есть них поеду мало того их экспозиции отношения и грани по отношению к сторонам света абсолютно одинаково но не может быть чтобы природа создала два таких уникальных объекта одинаковых может быть илон маск прав что мы по крайней мере уже 15 цивилизация на этой планете может быть это остатки каких-то древних цивилизаций как бы то ни было друзья одна из загадок старого дамбая вот эта вершина белолакая и матер хорн буквально одинаковый шоколад есть еще такой альпийский таблерон может знаете да вот там эмблема видели горную вершину посмотрите на белолакаю они у нас и и друзья мои а мы находимся на дамбайской поляне у подножья главного кавказского хайи место где вы сейчас находитесь друзья названо по имени владык гора гор дамбаев дамбай когда-то были хозяевами в этих лесах но говорят в начале двадцатого века люди убили последнего дикого зубра друзья мои и где-то в америке осталось небольшое поголовье их скрестили с американским бизоном провели серию работ так называемое поглотительное скрещивание в четвертом поколении выведенные вновь звери были похожи на исчезнувших с планеты зубров их размножили советское правительство организовывает питомник большой беловежской пуще сюда на кавказ впервые зубров привозят шестьдесят восьмом году прошлого уже столетия пытаются восстановить исчезнувшую популяцию живших здесь когда-то даммаев но друзья те звери которых привезли сюда выпустили здесь на дамбайской поляне ушли они уходят выбрали себе для обитания безлюдное ущелье по ту сторону гор ущелье называется кызгыч сейчас под охраной заповедника там обитают дикие зубры друзья почему они жить здесь не стали потому что здесь туристические тропы маршруты а в их памяти вероятнее всего сохранилась воспоминание о том что человек для них первый враг поэтому друзья пытаются еще через десять лет привозят сюда еще восемь зубров выпускают на дамбай ну как же название есть и ни одного зубра дикого нет само слово дамбай обозначает зубр и вновь зубры вслед за первой партией уходят в безлюдное ущелье кызгыч там где нет туристических троп и маршрутов друзья зубры в горах у нас есть но живут они там где нет людей настоящие дикие зубры а вот поворот который мы сейчас проезжаем называется пронеси господи и вниз до реки аманаус друзья мои ровно сто метров свободного падения кто мне сейчас не поверил после экскурсии приходите проверяйте пожалуйста обратите внимание красивый водопад со склонов семёнов баши спускается водопад этот называется девичьи слезы рядом друзья каждый раз по весне и по осени возникает еще один горный поток и происходит это как раз в то время когда правительство поднимает акцизы на виноводочные изделия водопад этот возникает именно в этот момент и называется он мужские слезы друзья оставляют в горах лавины там где они сходят быстро поднимается лиственный лес потому что хвойники в условиях высокогорье растут очень очень медленно они растут всего лишь на 10 сантиметров в год друзья быстро те места где лавины сошли покрываются лист лиственные вот эти языки это там где сходила лавина хвойный лес растет много сотен лет я не знаю что мне делать то ли экскурсовода слушать то ли фотографироваться шапка моей девочки по рукам пошла перевалу к лукурскому партизаны полностью разрушили эту дорогу а тогда немцы понимая что военно сухумской дорогой воспользоваться им не удастся они поднимаются на дамбайскую поляну а вот тут между двух гор видите расщелина вот там есть перевал перевал называется булген поэтому перевалу они спускаются сюда я вам сейчас покажу место где немцы наладили переправу поднимаются они к самому началу перевальной дороги и тут у вершины которая называется чуча на подходящую немецкую дивизию обрушивается ледопад и лед поронит под собой немцев ущихся к перевалу военных и переправить в германию но оба раза ледник вновь скрывает свою тайну как только подходят туда искатели со стороны ледника сходит селевой поток и вновь не найти того места которое называется немецким кладбищем ребят если вам эта тема интересна комсомольская правда еще в 2015 на эту тему много писала и кабардинский журналист виктор котлеров занимается исследование как раз вот этого случая когда обнаруживает пограничники мерзших в лед немецких солдат красота кавказских гор превосходит красоту любых других гор так вам сказал экскурсовод я склонна с ней согласиться я думаю что в горном крыму красиво красиво не спорю но здесь величественно здесь такие деревья здесь такие елки такие елки продаются в магазинах на новый год очень красивые как не настоящие настолько красивые кажется что они именно вот эта баранья шапка пошла у меня по рукам в группе потому что догадаться взять баранью шапку на такую замечательную экскурсию смогла только я одна она всем понравилась и не глядя на то что у меня одышка нам сказали что это нормальное явление 600 миллиметров ртутного столба это вам не 720 как средней полосе мы все привыкли у них даже вода здесь кипит при 80 градусах слушайте я не проверяла правда вы знаете нет в стоячем положении все нормально но когда ты ходишь у меня начинается одышка вот во всяком случае это у меня на не потому что я старая смотрите какая красотища виды дамбая так канал дневник казачки телеграм-канал тоже смотрите ссылку в описании дорогие мои я выбрала локацию посмотрите что здесь есть этот гриб я не искала он сам здесь вырос здесь елки как ненастоящие и всем хочется именно в этой шапке запечатлеться ну потому что во первых локация красивая то есть место где фотографируешься а во вторых я помню про это уже говорила елочки как из новогоднего магазина посмотрите какая она шикарная ели здесь растут 600-800 лет и поэтому когда сходит лавина хвойный лес не восстанавливается хвойные деревья не могут гнуться они сразу ломаются посмотрите какой прирост за этот год какая красота и вот они все такие ровненькие посмотрите как как будто дед мороз принес посмотрите какие елочки вообще девочки это не елочка это же может это тис или елочка не могу утверждать мои друзья я здесь мы идем в другое место меняем дислокацию меняем вот такие красоты мы идем в какое-то другое место в какое нам не сказали но мы идем посмотрите как красиво смотрится зеленая елка за ней желтые листики мне девчонки правда прикольно в папахе конечно жарко я ее естественно сняла но она всем нравится у меня ее по очереди все берут фотографируются ух ты здесь все люди должны быть добрые в такой красоте живут смотрите как солнце подсвечивает смотрите как яблевая Старайтесь. Боже ты мой! Божечки, божечки! Божечки, божечки! Уютненькое место, где не было жарко, было прохладно от деревьев от реки. Здесь был банкет организован местными парсильными бунзами для пришедших через перевал путешественников в 1969 году. Для молодых людей вообще непонятно о чем я говорю. Как мог Косыгин жить один в палатке без охраны? Ну вот для молодежи норма, да? Когда вы читаете... Вот не так давно ВКонтакте читала одну историю. Парень приехал работать официантом, а потом решил покурить в эти, да? На задворках ресторана стоит курить, к нему какой-то мужичок подошел, и они поболтали. Тут, говорит, кем ты работаешь? Я, говорит, официант, а ты, кто? А я, говорит, менеджер. Ну, поговорили, покурили, а потом выясняется, что это был президент Бельгии. Да, то есть наравне с народом это норма, да, это норма, что люди власть имущие живут. Интересную историю рассказывают. В общем, вот это место, Дамбай, для советского народа придумал Косыгин. Люди постарше знают, кто такой Косыгин. Это то самое, что сейчас медведь для Путина и вообще для нас, для всех. И вот он с президентом чего-то из Финляндии. Вот мы с Абхазией перебрались через перевал, вот здесь были, на этой поляне. И потом пришли в Дамбай и подумали, как здесь хорошо, давайте мы устроим курорт для советского народа. И устроили. Ну, это так, мой вольный пересказ. Потому что, естественно, я же ничего не запомнила, то, что говорил экскурсолог. Мне кажется, это запомнить с одного раза просто-напросто невозможно. Но здесь величественно и красиво. Мы уже идем к автобусу, и тут я увидела такую красоту. Смотрите. Но я не это вам хотела показать. Посмотрите, кто-то не поленился сложить камешки. Горка из камешков. И мы едем дальше. Я не знаю, насколько интересно вам будет смотреть мои сюжеты. Но здесь, когда сам лично находишься, очень красиво и очень интересно. И воздух такой, и елки. И вот этот пенек мне тоже очень нравится. Посмотрите, дерево какое сломалось. Но это жуткое дело. Как будто его специально принесли. Вот так живописно сломали. И оно теперь вот так выглядит. Настоящие кавказские мужчины выясняют, кто из них честнее. В общем, интересно проходит. Аналогично, аналогично. Я за свои слова отвечаю. Я тоже отвечаю. В чем проблема? Неизвестно. Водитель, что ли? Что-то там делит. Мы едем на другую красивую локацию. Куда я еще не знаю. Здесь мне понравилось очень. Следите за моими выпусками. Я здесь пробуду еще один день. Ну уж наверняка что-то будет. Завтра джипинг нам обещают. Что такое джипинг, я только подозреваю. Но если вы останетесь со мной, то вы тоже это узнаете. Приходит сюда в эту долину и перед вами во всей своей красе остаток древнего ледника Тибердинского. Когда-то всю эту территорию покрывал огромный ледник. Ледник назывался Тибердинский. И со временем льды, отступая, оставляют вот такие красивые следы после себя. Это Глазогор, озера горные. Перед вами озеро Туман-Лыкёль, друзья. Мы сюда обязательно вернемся. Автобус будет нас здесь ждать. Обратите внимание, до противоположного берега 125 метров. Вам кажется, я вас обманываю, друзья. Это из-за оптической иллюзии, возникающей в горах. Из-за кристально чистого воздуха все предметы кажутся нереально близкими. 125 метров до противоположного берега. Друзья мои, самые красивые фотографии у вас будут с той стороны озера. Я вам покажу дорогу. Рассказывают про моих коз, которые поднимаются на склоны гор Туры. Это я шучу, конечно. Мы сюда подошли. Здесь так пахнет. Хвои пахнет очень сильно. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Придумает, Господь, такую красоту. Продолжение следует... Обратите внимание на панораму гор, на озеро. Здесь люди приехали и едят шашлыки. Именно в этом месте, где я стою, друзья, здесь так шашлыком пахнет. И, честно говоря, что-то группа у нас проголодалась, потому что все ходят и спрашивают, когда мы будем есть. Но есть мы будем только в форелевом хозяйстве. Красиво, красиво. Я вам сейчас постараюсь показать. Не знаю, что у меня получится, потому что солнце как раз, получается, светит именно нам в глаза. Но мы все равно попробуем на это посмотреть. В это озеро стекает вода с гор. И здесь, на самом деле, водится рыба. Вон она плавает, такие маленькие мальки. На другом берегу ее ловят. Я еще удивилась, думаю, неужели на таком маленьком озере водится рыба. На самом деле, глубина озера от 7 до 14 метров. Это нам сказал экскурсовод. Но здесь карстовая подложка по дозерам, или как это правильно называется, я не знаю. Если хотите, загуглите. И вот там вон плавает рыбка. На мели как раз то место, где прогревается. Сюда все приходят для того, чтобы сфотографироваться. Я не буду исключением. И поэтому сейчас запечатлею себя на фоне гор. Очень удобно лежит здесь камень. Здесь можно на него встать, положить одежду, либо просто посидеть, особенно, когда никто не мешает. На другом берегу озера, посмотрите, шашлыки, много машин. Там, кстати, стоят туалеты. Домик неизвестного архитектора, так называют их здесь. И на горизонте такие великолепные кавказские горы. Самые отважные туристы полезли фотографироваться. Сейчас вам покажу, куда. Честно, я не решилась. Я, может, туда подняться поднялась. Но потом говорят, что когда надо спускаться, там, в общем, особым образом надо ставить ноги. Я так подумала, ну его я лучше отсюда. Не захотела лезть. Но там красиво, конечно, того кустика. Спору нет. Вам не надоело? Это я не вам. Это я зрителям говорю. Я вам не надоело со своим кавказом. Про то, как мы ловили форель на удочку и ели ее, смотрите в следующих видео. Нас еще ожидает экскурсия к водопадам, а также купание в горячих источниках. А затем мы поедем домой. И всем пока-пока. Подписывайтесь и ждите следующих видео.